Услава, да? Смотрите, у меня новости хорошие. Медузы на капец попришли. Идите сюда, быстрее. Где, папа? Где, где? Папа, где медузы? Да вот они, вот они, целая коробка. Не терпится, посмотри. Ребята, мы целый месяц эту коробку ждали. Месяц не могла прийти. Пойдем, открывай, пойдем. Давайте вываливаем всю коробку. Вот, ребята, они пришли у нас в такой коробочке. Так, все. И раскладывайте их по столу. Ребята, вот она наша колеца медуз. Мы ее месяц ждали. Да и вот она пришла. Ее на почке, представляете, потеряли. Реально потеряли там, среди всех коробок потеряли. Ну, хорошо, что нашли. И сейчас, ребята, мы ее откроем и посмотрим. Все, поехали. Не терпится наконец-то медузок посмотреть. Поехали. Самый первый пакетик. Да, доверили открывать самому младшенькому. Давай, Багдашка, вытаскивай. Смотрим, что у нас там попалось. Медузки, медузки. Опять пакетик. О, в пакете пакет. Ну, что же, что же нам там попалось? Ребят, самому не терпится посмотреть. Осьминог. Может, его назвали кокосом? Потому что слишком много кокосов объелся. Нет, ребята, кокосом его назвали, потому что он находит дольки кокоса, упавшие на дно океана. И, знаете, что с ними делает? Убежище, укрытие. То есть он прячется в этих кокосах, как в домиках. Да. Поэтому его назват кокосовый осьминог. Ребята, он меняет цвет в зависимости от температуры. Но это мы покажем в следующем видео. Право их возможности. Отлично. Поехали дальше, ребят. Следующий осьминожек. Да. Купить эту коллекцию вы можете по ссылке в описании ниже. Заходите, ребят, переходите на сайт и покупайте себе тоже такую коллекцию. Думаю, она вам тоже понравится. А мы поехали открывать их. Застрял. Вот мне не хочется, чтобы вылазил. Давай, давай, доставай. Офигеть. Что это за кальмар? Нам попался кальмар лисона. Ребят, вот такой он на постере, довольно прикольный такой сам по себе. Хотя его длина где-то 20 сантиметров, ну 20-30, вот так, небольшая. То есть, ну, примерно, как, нет, как вот эти, наверное, два пакетика вот так в длиночек совместить. Такая длина довольно небольшая. А также он меняет цвет. Игрушка меняет цвет, да? В зависимости от температуры. Ну, супер, отлично. Поехали дальше. Так, давай, третий у нас кальмарчик, или медузка, или осьминожек кто-нибудь. Да. Нам попался. Какой-то устрачивый. Вау, смотрите, ребят, кто это. Нам попалась сверкающая каракатица. Вот, ребят, ее фотография, которая на самом деле. А каракатица, знаете еще, почему ребят их называют? Это своеобразные морские хамелеоны. Хамелеоны? Ну, морские, так, шутку называют. Почему? Потому что за их способность маскироваться они супер классно маскируются. А потом рыбка рядом плывет. Они ее своими щупальцами. Вау, выбрасываются и щупальцы, и резко ее хватают. Все, все, отлично, идем дальше. Ребят, кстати, пока Руслан открывает, не забывайте подписываться на канал. Ставьте лайк. Все, отлично. Это желательно, чтобы вы делали. Почему? Потому что вы не будете пропускать уведомления о новых видео. Да. Кто или что тебе там попалось? Вау, тебе попался одуванчик. Ха-ха-ха. Борской. Нам попалось первое животное, первое растение Парусница. Необычное, ребят, животное, которое вы сейчас видите. Да. Вот в Паруснице очень часто, ребят, прячутся рыбки. Особенно с мультика Немо вы это можете видеть, когда они там, ну, как бы в этих водорослях, если так можно сказать, прятались. Хотя на самом деле они ядовитые, кстати. Но для человека не опасные. Да. Потому что их яд не в состоянии пробить кожу человека. Да. Давай, Богдан, открывай следующего. Экземплярчика. Кто там? Вау, медузка. Конкретная медузка попалась. Да, попалась карабская медуза капитана Мозера. Да, я думаю, что это, наверное, открыватель этой медузы. Да. Ребят, обратите внимание, какая она у нас на самом деле в естественной среде. Четыре щупальца, ребят, у нее. И длина, кстати, довольно-таки небольшая, где-то там 18 сантиметров примерно. Кстати, из этой коллекции нам попалась первая игрушка, которая светится в темноте. Так что будем проверять, как у нас капиташка Мозер светится. Да. Такое привидение такое. Давай, давай, открывай, открывай. Что, что попалось нам? Что это? Вау, октопус. Ребята, нам попался осьминог синекольчатый, потому что у него вот такие колечки на спине. Вот, ребят, такой он у нас на самом деле в живой природе. Кстати, я вам сейчас знаете, что скажу? При его небольших размерах, 8 сантиметров, примерно вот такие, признается одним из самых ядовитых животных в мире. Не грустно, один из самых. То есть очень агрессивный характер, и яд у него очень опасный. Так что с этим синим колечком лучше не шутить. И он светится в темноте. А еще самое главное, что все идет пока без повтора. Это очень круто, так что продолжаем. Поехали. Кто это? Повтор? Нет, ребята, вау. Нам попалась медуза Папирта Мелинея. Парпита Линея. А, да, точно. Ребята, очень часто еще называют синяя или голубая кнопка. Видите, какой ее настоящий публик в природе. Хотя размер ее очень маленький, все 3 сантиметра. Представляете, вот такая маленькая. Да. Мали-пушечка. Хоть у нее и маленький размер, то ее игрушка меняет цвет в зависимости от температуры. Ох, кто там нам попался? Синий краб? Ох, вау, ребята. Это у нас медуза Бонера или Бонера. Ребята, обратите внимание, какая она в воде. Очень довольно красивая. Сливается тоже с голубой водой. Прекрасная. Но, кстати, это тоже очень-очень ядовитая медуза. Несмотря на то, что она очень красивая. Да. Поэтому к такой красивой лучше не подходить. Ну и как я тебе сказал, она светится в темноте. Это точно будет, наверное, синеватым цветом светиться, ребят. Ну, проверим, проверим. Поехали дальше. Следующая медузка, ребят, уже половина коллекции позади. У нас остается буквально пять игрушек, не считая текущую, которую Богдан открывает. Давай, смотрим. Смотрим, смотрим, кто нам там попался. Повторка. Повторка? Да. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Да, ребят, повторка. Парфит Толинея нам попалась. Вот. Так что у нас их теперь будет две. Как летающий диск в Фрисби. Очень жалко, конечно, ребята. Мы надеемся, что повторок не будем. Поехали. Давай, идем дальше. Открываем следующий пакетик. Да. И смотрим, какой нам морской крокодил там попадется. Это морской крокодил. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Не знаю, кто это, но точно крупный. Вау, это оранжевый одуванчик. Вот, если. Нам попалась актилия. Обыкновенная вот такая она. Это, ребят, животное у нас. Хотя, похоже на такое, на водоросли. Видите, на такое, на растение. Вот. И при этом размер, конечно, небольшой. Да. Там около 9-10 сантиметров. Но при этом она ядовитая. Так что, если попадет на кожу, ну, конечно, человек, может, не умрет, но будет ожог. Очень сильно токнули у медузы. И актилия у нас меняет цвет в зависимости от температуры. Вот, два цветочка будет теперь. Давай, что там? Повтор. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ребят, нам попался кокосовый осьминог. Да, это повторка. Уже вторая повторка в этой коллекции. Обратите внимание, причем, Руслан, я хочу показать. Вот осьминог, который был, вот первый. Смотрите, он таким цветом коричневым, что ли. А этот более таким голубеньким цветом. Вот. Поехали уже быстрее. Давай, давай, открываем пакетик следующий. Всегда для гостинигружки классные. Всегда их открываем с удовольствием. Смотрим, что же там попалось. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Вау, красотища какая. Это нам попалась медуза корнировала. Такая красивая. Корни ест, наверное. Да, ребят, медуза корнировала. Смотрите, какая она просто обалденная в природе, в естественной среде. Очень красивая. На постере она прикольная. Размер ее, кстати, 60 сантиметров. Ну, полметра. То есть, ну, относительно такая, небольшая, немаленькая, средняя. Да. И, ребят, у нас осталось две всего лишь игрушки. Богдан, давай, открывай свою последнюю игрушку. Это у нас предпоследняя. В общем. Давай, давай, кто там? Повтор. Ах, жалко. Не, а, да, повтор. Вот, Руслан. Нам, ребят, да, действительно попался кальмар лесона. Второй. Так что, жалко. Ну, ладно, давай, последняя игрушка у нас осталась. Руслан, давай, открывай ее, держи. Интересно, повтор или не повтор? Ребят, ставьте ставки, пишите в комментариях, как вы думаете. Давайте, давайте, ваше шестое чувство проверим. Я думаю, не повтор. Ну, хотелось бы в это верить. О, жаль. Осьминог на них повтор. Не повтор? Нет. Есть. Нам попался длиннощупальцы шпрут. Ребят, вот у него такие длинные щупальцы в естественной среде. Они, кстати, где-то от метра до полтора могут вырастать. Довольно такие большие. Большие. Но он не ядовитый, питается там малюсками, рыбками, ракообразными. Да, всякими такими. И сама игрушка меняет цвет в зависимости от температуры. Ребят, прикольная коллекция. Ниже ссылка в описании. Заходите, покупайте. Очень прикольная коллекция. Да, ребят, жалко, конечно, что у нас были повторы, но коллекция все равно сама по себе прикольная. Вот мне, например, очень вот эта понравилась. Фиолетовая. Она, мне кажется, вообще очень красивая. Да. А мне эта фиолетовая понравилась. И вот эта очень синяя такая. Синенькая, да? Прикольная. А мне вот эта понравилась. Ребята, следующее видео ждите своих возможностей, битвами. Ну, а там все. Надеюсь, вам понравилось. И всем, кому понравилось, ставьте лайк. И подписывайтесь на мой канал. Субтитры сделал DimaTorzok Всем пока-пока. До скорых встреч. Пока-пока, ребят. Медузки пополнили нашу коллекцию. Пока.